Привет! В этом видео, видео, да, хуй если знаешь, Олег, расскажет не о ком и малолетней школоте про компанию Uber и про реальные причины, почему компания Uber уходит из рынка доставки еды в Украине. Значит, компания Uber заявила о закрытии своего подразделения Uber Eats с 3 июня 2020 года, то есть остается неполный месяц, чтобы заработать денежку еще, успеть в последнюю волну, так как вполне достаточно заказов еще много, хорошо насыпает. Ну и, в общем, как бы компания Uber является компанией-миллиардером. Как бы такие компании, как Глова или такая, как вообще, как Ракета, они вообще даже не являются конкурентами для такой компании, как Uber Eats, вообще как Uber в целом. Вообще, компания Uber продает свои акции на Нью-Йоркской бирже. И, как бы, по сути, им эти доставки вообще там, как бы, ну, до одного места, они просто нужны для статистики. В конце года они говорят, вот у нас там 200 тысяч человек по всему миру сделали там миллион доставок на сумму там столько-то денег. Все, о-о-о, нормально, давайте пункт, там на 20 центов повысилась цена акции. Как бы, как бы, вообще меня удивляет этот бизнес, бизнес на киловете с коленей, так как вообще ничего не производится, вообще ничего не делается, вообще абсолютно просто через программу заказывать еду и курьер привозит. Все, вообще, здесь весь бизнес, блядь, все движение, как бы, в этом деле. Ну, и второй момент еще такой, как бы, что все компании, вот эти операторы, в основном берут от суммы доставки 30%, то есть заведение, ресторан там или кафе, где произведена заказ, оплачивают компании 30%. Как, ну, знаете, там бывают чеки по 1000 гривен и по 2000 гривен, вот считайте средний чек, вообще в основном я так заметил, 500 гривен, то есть 150 гривен получила компания Uber, компания Uber Eats, а курьеру отдала, например, там 40 или 50 гривен. Потому что все зависит от дальности, ну, расстояния, как бы, да, дальности доставки. Бывает, конечно, там 4-5 километров, но все равно это там 70 гривен, как бы, одно другое перекрывает, а там этих доставок просто в день, там, тысячами, там, вообще-то копакиву, если взять, сколько курьеров ездят. Ну, и про то, что компания, как бы, уходит с рынка, компания нищебродно, меня все победили, там, компании пизда и так далее. Это пизда курьером настала, компания Uber, потому что пойдут наглого, блядь, за 20 гривен возить Ашан, блядь, по 50 наименований, блядь, покупают там соль морская, суп, короче, курица, 2 морковки, 3 картошки, буханка хлеба, блядь, перец молотый, перец немолотый, вот так ходят, блядь, курьер, курьер целый день собирает, блядь, по Ашану, за 18 гривен час времени тратит. Компания Uber же в Uber и все просто, приехал, забрал, отвез, отдал, все, нет никаких проблем, еще чаюху скинули через, на карточку, через приложение. Ну, и, значит, компания, как я говорил уже, компания миллиардер, вообще полностью, как бы, по всему миру, в 46 странах, как бы, и суть в том, что, вообще, компания Uber была придумана для того, чтобы была возможность вызвать такси в один клик. Понимаете, зашел смартфон, как бы, приложение, ну, адаптировались под современные, как бы, тенденции, все уже пользуются айфонами, как бы, там, смартфонами и так далее, как бы, и получается так, что, ну, не было приложения. То есть, компания Uber является основателем рынка и конкуренции на этом рынке, перевозок и доставок, сколько там еще есть Uber Shuttle, Uber Air, есть еще много всяких разных подразделений. И компания просто миллиардер, понимаете, вообще, там, сколько насчитали выплаты компенсации курьером в связи с закрытием Uber Eats, эти все деньги, они бы просто могли кинуть в рекламу и сделать до конца года бесплатную доставку. Вот, я бы так и хотел. А вообще, я хотел бы получить эту компенсацию именно акциями компании Uber. И все, они бы кинули там несколько миллионов гривен, насчитали компенсации курьером, вот этим всем подключатором и так далее, как бы, то есть, получается, понимаете, они вообще, какая ракета, какой угловод. Ну, о чем мы говорим вообще, абсолютно, не будьте, ну, мне просто, я записываю это видео, как бы, хочу вам рассказать, чтобы не было, это, ну, выглядит смешно, как бы, со стороны, когда мамкины бизнесмены заявляют, все, о компании Uber пизда, о компании Uber загнулась, все, там, Глова ее там победила, ракета и так далее. Вообще, это просто, просто ни о чем. Именно сама работа, вот, сама работа на компании Uber, почему мне импонирует, почему мне очень нравится, потому что там более-менее уважают, как бы, ну, курьеров. Эти же компании другие, они хотят постоянно, блядь, ебут этих курьеров, постоянно с них что-то имеют, то урезают бонусы, то, короче, недоплаты, ну, нету доплаты там каких-то, постоянно жалобы и так далее, то есть, ну, работают просто рабы, рабы, как бы, и еще возмущаются, там, иногда какие-то там буты устраивают и так далее, держусь с них, блядь, банят им аккаунты, набирают новых курьеров, как бы, и все, и работа продолжается. Как бы, вот, поэтому, любите, кстати, да, я вам хотел рассказать, почему компания Uber закрывается, как бы, есть много миллиардная компания, которая продает акции на Нью-Йоркской бирже. Компания, которая просто бабла навалом, просто купить сразу, блядь, и не могут ебло, эту, и ракету, как бы, могут купить просто вот так раз, и все. Потому что именно компания Uber Eats закрывает свое подразделение, в связи с тем, с ударом по репутации, потому что, как оказалось, многомиллиардная компания, компания основателей рынка, компания с, просто, там, известной по всему миру, всемирная корпорация, столкнулась с такой проблемой. Курьеры просто не привозят заказы, они просто их жрут. Сколько я знаю историй, блядь, вообще, создавали даже просто аккаунт на Uber, и просто брали заказы, блядь, и их не отвозили. Просто ели эти заказы, как бы, там, с ресторанов и так далее. Компания, понятно же, возвращает, как бы, эти деньги, это тоже, там, у них, там, запланировано все на затраты какие-то, более-менее, как бы, но идет удар по репутации, потому что приехали, приехал курьер какой-то дикарь, блядь, голодный, взял заказ, например, там, на 800 гривен, заехал в гаражи, блядь, поел со своими друзьями, кентами сожрали они это все. Все, как бы, ничего нету. И я знаю даже таких, ну, даже знаю просто людей, как бы, которые, ну, создавали целые, ну, эти аккаунты, как бы, для того, чтобы вообще не возить, как бы, просто для того, чтобы кушать эти все, ну, заказы, как бы, вот эти все, как бы, доставки. Ну, вот, и компания, как бы, Uber решила, в связи с этим, решила закрыть свое подразделение, потому что, ну, не то, что дешевле будет, а для того, чтобы сохранить репутацию, и, как бы, ну, ну, чтобы не страдали, ну, не страдала репутация компании. Точно так же они закрывают, там, и в Румынии, и в Индии, в каком-то, там, Сенегале, как бы, ну, короче, где живут все нищеброды, блядь, третьи страны, где просто приезжают курьеры, галота, блядь, без того, чтобы деньги зарабатывать, они просто едят эти, эти заказы, как бы, ну, и все. Так что вот так. А кому там пизда, я не знаю, там наступило или наступит, как бы, компания Uber нормально все выплатила, даже все удивлены, что насчитали такие компенсации, как бы, и заказов вполне достаточно, все катают, и стараемся попасть в последнюю волну. Ну, конечно, уже так привык к этой работе, к этому у Борис даже, вот, что делать после 3 июня, пока неизвестно. Все, всем пока, не тупите, счастья, здоровья, успехов личной, семейной жизни.